Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами обзорно говорили о богослужебных книгах в общих чертах. Какие они бывают, об их происхождении и использовании. И вот, продолжая этот разговор, немного поговорим сегодня о богослужебном или на престольном Евангелии. Вы его все, конечно же, неоднократно видели, ну, разумеется, если бываете и участвуете в храмовом богослужении. Оно бывает очень благолепно украшено и оформлено. На нем обычно по углам изображены четыре евангелиста с символическими животными и воскресшим спасителем посредине. Его Евангелие на разных службах торжественно выносят из алтаря, осеняют верующих, совершают кождение и почитание. И, конечно же, читают за богослужением. На литургии, на вечерне, на утренне, на так называемых царских часах. Вы, конечно, можете вспомнить, как батюшка выносит его на так называемом малом входе с Евангелием. С предшествующим ему священосцем при красивом пении антифонов или во время полилия на всеночном бдении. Оно может быть очень разных размеров в зависимости от размера алтаря, от храма и от его статуса. Бывает очень большим и тяжелым. Само же это богослужебное Евангелие, о котором мы с вами сегодня говорим, имеет некоторые свои отличия в организации текста от того Евангелия, которое мы с вами читаем дома. В нем, кроме обычного и привычного нам деления на главы, текст разделен еще на так называемые зачала, то есть отрывки, по которым Евангелие читается на богослужении и приуроченные к праздничному дню или вспоминаемому событию. Зачала, как правило, меньше по размеру, чем главы, но это отрывки вполне емкие, самодостаточные и логически завершенные. Например, это может быть какая-то притча с ее толкованием, повествование о чуде, совершенном Спасителем, или отдельно взятая его беседа на какую-нибудь тему. Такое деление Евангелий на зачало было сделано еще давно преподобными Иоанном Дамаскиным и Федором Студитом. Кроме этого, в нем указаны начала фраз, которые мы с вами слышим за богослужением, но не находим их в тексте обычного Евангелия, например, во время «Оно» или же «Рече Господь» и тому подобное. Эти фразы нужны для того, чтобы чтение Евангелия органичнее вписывалось именно в богослужение. Это такие своего рода вводные фразы, подготавливающие нас к восприятию священного текста. Еще в конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года. Его чтение за богослужением полагается по уставу почти ежедневно, за исключением, пожалуй, нескольких дней Великого Поста. Вполне возможно, что также вы обращали свое внимание и на так называемое «требное Евангелие». Оно гораздо меньше по размеру и скромнее по оформлению. Его батюшка обычно возит с собой на требы, освящение, отпевание. Его читают на венчании, соборовании, на панихиде. Над ним обычно склоняют голову те, кто пришел на исповедь и кается в своих грехах. Вот то, что вкратце, обзорно хотелось бы сегодня сказать вам о этой священной книге в богослужебном Евангелии. Как надеемся, это не последняя наша с вами встреча. И мы еще обязательно пообщаемся с вами на самые-самые разные темы и по разным вопросам. Желаю всего самого доброго, хорошего и до новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова